всем привет дорогие зрители он территориями перед вам и продолжают цикл симулятор рпл урал принимать на своем поле краснодар краснодар который потерпел три поражения в последних трех матчах чтобы продолжить чемпионскую гонку в жизни нужно сегодня набирать 3 очка то что зенит и крылья победили в этом туре особенно неожиданно наверно ли краснодара было тоже победили крылья убедили локомотив который вроде бы по классу выше их это юб и это удар кто же бил то пора там бил шатина 9 номер герма шатина новый форвард урала заменитый тем что мудрился не попасть с 9 метров пустые ворота спартака а потом выдвигали его пас бигфау и добавленное время вот такой шатина и он опять с мячом он уходит и сафонов нам когда надо спасти сафонов спасает железнов пусть и выше команд играет урал клуб в котором он больше всего достиг на данный момент в лут тоже пытается приложиться урокс и заработал райвуд неплохо и розыгрыш урала низом егорочев это пас или туда непонятно шатин я не ожидал смещение к нему полетит мишки бориса вроде бы краснодар на урал почти всегда первый на мяче все равно бачи с мячом сафонов боржес в первом круге боржес пер тараном на уральц в общем то это его качество и привело к итоговой победе краснодар сейчас боржес как немного боится очень как фала хороший по задумке по основу шатина опять же не прочитал герма шатина фору не самый ска классный но принцип толковый кулаков вот шатина в касание здорово на big fall и дот пас big fall и его нога замечательно ну не совсем точно уропка играть намного уж краснодаром совсем как-то сник краснодар не ожидали что разгром от цска так сильно повлияет на быков 0 4 в первом тайме и после этого все как отрезал они могут ни очков набрать не даже забить кортва спиртян черников уаса железнов неплохо краснодар пока урал впрочем тоже хорош вот в лут в лут в лут в урок сафона опять же взял на себя и протащил всю защиту не соус к классно прямо скажем полузащитник не самого первого клуба россии бачи фалит кордоба ошибается мамин на ровном месте ошибается персиан впрочем очень быстро расправляет собственно же ошибку и встал аквалы а юков прошло вроде бы урала центре поле но последний пас чужому горло мамин здорово мамин отобрал ашетина не совсем удобно для улта было замена будет генчаренко выезд на поле вместо влута александр юшин вместо мишки еще выйдет кики кордоба вроде бы получил мяч на его тут же подкатом остановили аюпов бигфауи может нему мяч предназначал смазерон бигфауи здорово выводит юшин удар и добивание бигфауи это шетина как урал сейчас не забил в принципе это шетина у нас про таку из такой же примерно ситуации не забил кордоба открылся кики сперсиан юшин не самый сильный уровень сказать даже сниму краснодара 0 ударов створ даже в сторону ворот более того именно урал сейчас может забить юшин убегает подскользнулся на ровном месте защитник быков юшин удар тут даже сапонов не может спасти 10 впереди екатеринбург невероятно счастье на скамейке генчаренко на так играть нельзя четвертую игру подряд просто засаживать одну калитку шетины удар поворотом главой заработал заслуженные три очка скорее всего набирает урал набирают урал три очка Егорычев 2-0 на стандарт прибежал и забил сапонов ближний угол это не его не любит вообще сапонов ближний угол достаточно часто туда пропускает мячи но сейчас это особенно поучительный случай юшин убегает сейчас вообще может быть 3-0 юшин юшин сделал пас в сторону Егорыча вон там Аласа справился намного лучше урал сегодня играл Поличин сложно победил кулаков заброс в сторону шетины кики смог у этого и возьми еще кордоба бач с мячом Герасимов выносит Бигфауи ну в общем то все и я напомню что играл на профессионале на самом высоком уровне сложности даже на нем Краснодар ничего не смог сделать с Уралом